Добрый день! Вы на лучшем техническом канале Беларуси и канале компании АвтоСтронг. Лучшие запчасти, лучшие цены и самая быстрая доставка. Сегодня у нас особенный выпуск. Мы расскажем буквально все о турбинах, а именно как выбрать бутылку турбину и как правильно ее установить. Посмотрите, сколько всего интересного мы для вас приготовили. Здесь мы видим кладезь турбин. Казалось бы, что они все похожи, но они абсолютно с разных моторов. Например, вот эта турбина для мотора с объемом 0,6 литра, то есть со Smart. Вот эта турбина с мотора 2,8 литра для Grand Voyager, то есть как бы похожа. Эта турбина с автомобиля Renault Clio объемом 1,2 литра бензин. То есть из чего она состоит? Из горячей части турбина и холодной части компрессора. То есть правильно этот весь узел называется турбокомпрессор. И между ними есть подшипники. Подшипников обычно два. Упорный и опорный. И они в большинстве своем представляют из себя втулку, через которую проходит вал. Смазка осуществляется постоянно моторным маслом. Масло в втулках образует масляный клин, который удерживает и центрирует вал турбины. А теперь вкратце напомню, как работает турбокомпрессор. Турбокомпрессор работает от выхлопных газов. То есть вот это выпускной коллектор. Выхлопные газы собираются в выпускном коллекторе, подаются на турбину, раскручивают крыльчатку турбины. Соответственно, раскручиваются крыльчатки компрессора, потому что они находятся на одном валу. Всасывается воздух и под определенным давлением подается во впуск. Турбокомпрессор – это всегда компромисс. То есть его рабочий диапазон зависит от количества выхлопных газов. Много выхлопных газов может сильно дуть, мало выхлопных газов может дуть недостаточно. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Поэтому производители используют различные способы, чтобы расширить рабочий диапазон турбин. Большинству водителей нужна большая мощность на низких оборотах. Соответственно, и турбины настроены так, чтобы давать мощный надув на низких оборотах двигателя. Но если водитель выкрутит мотор до максимальных оборотов, то, соответственно, и турбина будет дуть очень сильно, что будет плохо и для нее и для мотора. И что в этом случае надо делать? Правильно, надо избавляться от выхлопных газов, которые, как мы говорили ранее, раскручивают турбину. Базовым способом является перепускной клапан. Когда производительность турбины доходит до максимальной, он открывается и стравливает выхлопные газы в выхлоп, чтобы они не попадали на крыльчатку. А клапан открывается актуатором, то есть вакуум, мембрана, пружина, шток и вся эта конструкция заставляет открываться перепускной клапан. Вот эта турбина с Chrysler Voyager 2.8. Здесь, как и обычно, перепускной клапан стоит в улитке турбины. А эта турбина с Ford Transit 2.0. Здесь перепускной клапан стоит в коллекторе. Интересная особенность этой турбины. Она саморегулирующаяся. То есть здесь актуатор не вакуумный, а пневматический. Давление давит на мембрану актуатора и, соответственно, она приводит в движение шток, и шток открывает перепускной клапан. Обычно актуаторы вакуумные, и управление вакуумом происходит электронным клапаном, который находится вне турбины. Вот эта турбина с Saba 9.3 2.0, с мощного мотора. Смотрите, какая особенность. Здесь пневматическая и вакуумная трубка сходятся в одном месте. Это электрический клапан, который управляет турбиной, полагаясь на данные наддува. Второй и более изящный способ управления турбиной – это пресловутая геометрия. То есть турбина с управляемой геометрией. Здесь может быть такой же вакуумный актуатор, только шток расположен в поперечном направлении. И неприлично большая горячая часть турбины. Здесь находятся лопатки геометрии, и их угол атаки меняется вот этим механизмом. Когда выхлопных газов мало, угол атаки лопаток меняется, чтобы направить выхлопные газы на клетчатку. Когда выхлопных газов много, лопатки выстраиваются вдоль потока и никуда газы не направляют, потому что их и так много. И, кстати, это турбина с Opel Insignia 2.0 CDTI, которую вы можете по хорошей цене приобрести в компании «АвтоСтронг». Итак, переходим к более изысканному способу управления турбиной – к сервоприводу. Тут история точно такая же, то есть управляемая геометрия, шток, но шток приводится в движение сервоприводом. Здесь стоит электромоторчик, плата и червячная передача, пластиковая. Сервопривод позволяет более гибко управлять производительностью турбины, но здесь есть нюансы. Пластиковые шестерни могут ломаться, и если эту турбину надо будет настраивать или калибровать, то без специального стенда не обойтись. Итак, разрешите их представить. Эта турбина с Chevrolet Epic и эта турбина с Ford Mondeo. У нас в «АвтоСтронг» очень много турбин. Мы не могли не показать вам на десерт Biturbo. Эта турбина с мерседесовского мотора OM651, она без управляемой геометрией. Эти актуаторы служат для того, чтобы управлять выхлопными газами, а именно потоками выхлопных газов, чтобы в зависимости от скорости работы двигателя работала либо маленькая, либо большая турбина. Есть в «АвтоСтронг» и «Твинскроль» турбины, даже «Вольво». Это две абсолютно одинаковые турбины с моторов Volvo 2.0 Turbo, но с этой турбины не скручен выпускной коллектор. И смотрите в чем суть. Очень пристальное внимание на выпускной коллектор. Выхлопные газы из вот этого, вот этого и вот этого цилиндра формируются в один канал и из вот этого и вот этого в другой канал. И на крыльчатку турбины выхлопные газы поступают тоже по раздельным каналам. И это сделано для того, чтобы выхлопные газы не перемежались в выхлопном коллекторе. Сейчас по «Твинскроль» турбинам с ума сходит BMW, но мы видим, что раньше эти турбины появились на «Вольво». Вы можете купить турбины на «Вольво» и на «БМВ» в компании «АвтоСтронг» по лучшей цене. А теперь самое главное. Как же выбрать хорошую турбину? Первое. Надо обратить внимание на люфт вала турбины. Продольного люфта быть вообще не должно. Поперечный люфт может быть незначительным, потому что это люфт, который компенсируется моторным маслом. Это турбина с мотора, у которого внезапно случилось масляное голодание. Но этого было достаточно, чтобы турбина вышла из строя. Здесь очень большой приграничный поперечный люфт. То есть лопасти практически задевают за корпус турбины, а это уже всё. Это турбина с мотора 1.5 DCE, у которого были большие межсервисные интервалы. То есть масло было старое, менялось нечасто, задрало шатунные вкладыши. И вот это масло с металлической стружкой, вся эта жижа смазала турбину. И в результате этого мы получили очень большой поперечный люфт. Турбина здесь уже стучит, а такого быть точно не должно. Во-вторых, обращаем внимание на состояние лопаток. Кромки должны быть целые и сама турбина должна быть сухая. А вот эта турбина с пострадавшего мотора успела насопливить во впуск. Еще очень важно обратить внимание на состояние трубок, по которым масло подается и вытекает из турбины. Здесь не должно быть какой-то закоксовки старого масла и так далее. То есть всё должно быть чистенько. Если турбины изношены, так как в данном случае, то в компании «АвтоСтронг» их просто выкидывают. Такие турбины отправляются в утиль. Это спорта! Если у вас вышла из строя турбина, то у вас есть три варианта. Либо купить новую турбину, которая стоит в десятки раз дороже, чем бэушная. Либо восстановить старую турбину, но это, как правило, происходит китайскими картриджами. Либо купить отличную бэушную турбину за очень недорого, на которую вам еще дадут гарантию. Так что покупаем турбины в компании «АвтоСтронг». Самое важное. Прежде чем ставить турбину, которую вы купили, абсолютно неважно какую, важно устранить те неполадки, из-за которых вышла из строя ваша турбина. Важно понимать, что турбина сама по себе из строя не выходит. Мы вам показали две турбины. Одна турбина вышла из строя из-за масляного голодания, вторая турбина вышла из строя из-за грязного масла и стружки. Итак, проблемы по выпускной системе, которые могут прикончить вновь установленную турбину. Забитый сажевый фильтр, забитый катализатор, осколки катализатора, а также окалин из некоторых выпускных коллекторов, которые бомбардируют вашу турбину. Далее проблема системы вентиляции картерных газов, из-за которой нарушается смазка турбины и масло может попадать либо в холодную, либо в горячую часть. И как только вы поставили турбину, сразу меняем масло, масляный фильтр и воздушный фильтр. Не забываем почистить впуск, интеркулер, потому что в нем может быть старое масло. И не забываем добавлять в картридж вновь установленной турбины немного масла, чтобы первый запуск был не на сухую. На сухую? Это плохо. Первый запуск производим без подачи топлива, то есть просто крутим стартер, чтобы масляный насос подал масло к турбине. Вот эти абсолютно простые жизненные советы помогут вам правильно выбрать турбину и правильно ее установить, чтобы она служила вам верой и правдой. Покупайте хорошие качественные турбины в компании «АвтоСтронг-М» за очень хорошую цену и с доставкой, потому что у нас просто громадный выбор. Заходите на наш сайт, подписывайтесь на наши соцсети. Покупайте у нас только хорошие качественные запчасти и с доставкой. Пишите в комментарии, что вы хотите увидеть в наших следующих видео. Спасибо и с вами была компания «АвтоСтронг-М».